Кубанский борщ, мясные котлеты, овощной салат и ягодный компот. Это сегодняшний обед школьников, отдыхающих в санатории Анапы. Меню здесь каждый день разное, повара на кухне трудятся практически бесперерывно. Впечатлениями от результатов такого труда кубанских блюд дети делятся с Вениамином Кондратьевым, который приехал сегодня в Анапу проверить, как работают местные здравницы. Ну как еда? Вкуснее в Москве или здесь? Здесь! Она не только вкусная, она еще и полезная, потому что здоровая. Она наша, местная, кубанская. То, что вкусно, хорошо, но важно и то, продуктами каких производителей здесь кормят детей, задает вопрос глава региона. Директор санатория рассказывает, почти 70% это кубанский товар, а вот остальное, к примеру, замороженное мясо приходится закупать из других регионов. Парадоксально, но привозить то же самое мясо птицы из Белгорода получается дешевле, чем, например, из Новороссийска. Поставщики не все могут по графику нашему, которому необходимо, поставлять нам. А есть другие компании, которые это могут сделать. И вопрос тут и цены, вопрос и доставки, вопрос и в расходе платежей, в организации, да. Мне принципиально, чтобы вот здесь у вас была наша кубанская продукция. Принципиально. И поверьте, они едут, чтобы поесть наши. В Москве они московскую кондитерку поедят. А у нас пусть поедет кто и попробует хотя бы то, что придут им мы. Здесь, на Кубани. У нас самое страшное, что ни один потребитель, ни один поставщик к нам не выходит на разговор, я уже докладывал. Они не готовы с нами. Мы идем, просим, продайте нам. Мы готовы платить. Ну все. Они к нам не идут. Почему? Непонятная ситуация. Не лучшая ситуация и в магазинах курорта. Половина ягод и фруктов на прилавках, если не импортные, то привезенные с других уголков страны. На рынках кубанских фруктов, конечно, чуть больше, зато в мясных и кондитерских рядах Кондратьеву, не скрывая, рассказывают, все привозное. Радуют пока только прилавки с овощами. В сезон все наши. Местные огурцы и помидоры отдыхающие называют свойскими и очень уважают. Вы как местный производитель. У вас импорт конкурент с вами или нет? Или все-таки даже если будет импортная наша, у вас будут наши? Даже если будет дороже. Вы знаете, что, наверное, вот последние пару лет уже не конкурент. Прогулка по рынку перешла в краевое совещание и, по сути, задала его основную тему. Анапский рынок, в данном случае, говорит Кондратьев, наглядный пример общей ситуации на всем побережье, где на прилавках не больше 50% местных продуктов. Подобный перевес наблюдается и в целом в потребительской сфере региона. Фермер Владимир Бедарев прямо на совещании рассказывает главе края о том, какие изощренные схемы порой придумываются, чтобы отсечь некоторых кубанских производителей от поставок. Для того, чтобы мне принять участие в аукционе, я должен вырастить бананы цитрусовые и вместе с яблоками, с черешней и со всей остальной продукцией. То есть вы думаете, что одним лотом заявляют? Конечно. Магазины, санатории, рынки чаще работают не напрямую с производителями, а получают продукты через поставщиков, так называемых операторов, которые во многом везут продукцию из других регионов страны. В некоторых случаях она дешевле, правда, не всегда лучше по качеству. Под видом сливочного масла, например, могут продавать спреды. Очистить рынок от подобных поставщиков и наладить систему прямого контакта между кубанскими производителями и продавцами. Задача, которую ставит Вениамин Кондратьев перед профильными министерствами. Сегодня профукаем, завтра не будет, завтра нечего будет есть. Нормального нашего родного. Будем верить им этикеткам, где написано, что все нормально и все хорошо. На самом деле это далеко не так. Мы должны создать такие условия, чтобы вот эти операторы, которые торгуют не нашей продукцией, с рынка ушли. Если они сейчас сами не поймут и не переориентируются, мы их просто с рынка выдавим. С законными способами, в том числе законами рынка. Внутренний рынок Краснодарского края должен быть ориентирован на кубанские продукты. По сути, взят курс на создание единой системы местного продуктового товарооборота. От производства до прилавка. Продукцию наших сельхозпроизводителей и переработчиков за пределами нашего регионального рынка никто не ждет. Если мы сможем цепочку замкнуть, то в этом случае производитель, который будет производить, продавать, даже если на наше побережье налоги останутся где? В кривом бюджете. А реализуя здесь, он тоже налоги заплатит местный бюджет. Я не хотел бы, чтобы мы теряли свою прибыль и налоги в бюджет. Это было неправильно, не по-хозяйски. Цены же на кубанские продукты должны регулироваться здоровой конкуренцией, замечает Вениамин Кондратьев. И создать для нее максимально комфортные условия – одна из главных задач ближайшего будущего. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Анапа.